дорогие друзья всем привет вы на канале сергея матвеева и начался сезон друзья уже лето и мы отправляемся путешествие начинаем нашу прогулку от станции конечной курорта меритинский и поедем на мандарин в общем я выехал на тренировку хочу покупаться потренироваться доехать до мандарина до пацанов на серф станцию мне нужно пообщаться с максом один пацан попросил пообщаться за счет него по поводу работы поэтому друзья сейчас проедемся по курорту по сириусу по олимпийскому парку и потом поедем мандарин в адлер потому что у меня там есть дела сейчас не нужно до нового века доехать и посмотрите как запускается курорт сейчас буквально 10 часов утра все просыпаются сегодня 2 июня друзья и ролики будут на канале выходить с небольшой задержкой дня 23 если хотите видеть так сказать онлайн сочи то тогда подключайтесь на стримы все по вечерам стрима и очень долго этот объект стрима каркас металлические делают обшивают бетон зачем это я не понимаю чтобы не сделать что высокие потолки с этой стороны трибуны и трассы формулы один на которых проводят розгонки ветер дует лицо сейчас будет хорошая тренировка у сережи едем на встречу ветру через олимпийский парк к набережной прекрасная теплая погода я в шортах футболочки еду только ветерочек этот маршрут теперь вы часто будете видеть наверное все лето весь сезон потому что в планах прожить здесь весь сезон поработать здесь на фототочке поснимать ролики и потом уже что-то думать дальше куда-то переезжать пока в принципе здесь все комфортно для меня есть фото . есть велосипед есть жить где есть камера есть идеи есть ветер еще и в горку сейчас вот с этого моста посмотрим на олимпийский парк по кругу обзор открывается сверху неплохой я думаю что этот влог примерно будет час идти нам надо доехать до адлера есть еще в планах заехать на пляж сочи форни искупаться и можно там поделать становую тягу с легкой штангой так смотрите поднялись на мост здесь открываться вот такие виды смотрите вот это белый новый объект там художественной гимнастике вроде обучают это село высокая реально высокая видите там дальше горы абхазия это сочи парк аттракцион квантовый скачок отель богатырь колесо обозрения там строится жилой комплекс монтеро мы двигаемся далее надеюсь вам не сильно задувает ну что друзья мы двигаемся по олимпийскому парку в сторону набережной в сторону адлера как-то пусто для 2 июня где все машинки обычно здесь машинки стоят может их убрали отсюда пересекаем значит олимпийский парк чтобы попасть к набережной это ледовая арена шайба это арена куб вроде называется белая это обе арены хоккейные это обе арена хоккейные но здесь у нас уже есть красота это обе арены хоккейные а и это обе арены хоккейные это обе арены хоккейные я думаю что если это будет Подъезжаем потихонечку к набережной. Сейчас посмотрим на пляжи Роза Хутор и Рэдисон. Смотрите, тут картинг, девушка-фотограф там работает. Так, у нас зеленая. Все, друзья, выехали на набережную. Слушайте, на велосипеде так быстро получается вам показать. Много объектов, вроде только в конце Олимпийского парка были уже на набережной. Очень жарко. Ух, как жарко. Смотрите, пляж Роза Хутор. Все лежаки выставили, все готово. Все, посмотрели на горы прекрасные. Все молодцы. Едем дальше. В сторону Адлера. Друзья, а вы напишите, как у вас настроение. Поставьте мне лайк, поддержите канал, чтобы я, так сказать, не зря старался. Напишите, откуда меня смотрите, когда приедете и знакомы ли вам эти места. Мне будет интересно почитать. Почитаю все комментарии. Может быть, у вас есть какие-то вопросы. Можете их задать. Мне приятно делать для людей что-то приятное, хорошее. Я понимаю, что это, наверное, самое ценное. Поэтому я хочу помогать людям искренне. Да, некоторые вещи я не могу делать бесплатно, допустим. Потому что все-таки это мое время. Но то, что могу, вот делаю, вам показываю. И за ваши, так сказать, реакции я был бы очень благодарен. За вашу поддержку. В виде лайков, комментариев. Смотрите, заехали в спортивный парк Сириус. Можно буквально здесь пару, так сказать, турничков погнуть. Посмотреть, как здесь все происходит. Никто ли здесь не ведет себя неплохо. Все вроде молодцы, тренируются, как я вижу. Сейчас я быстренько бахну подходик. Кофе. И Фо. С Whitney. Очень жарко. У меня на этот случай есть вот такая майка, считай, что без майки едешь. Вон такая маечка. Все показали, тут значит как надо и едем далее. Нас там Штанга ждет на Сучи Форнии, хочет с нами пообщаться, объяснить нам как жить надо, что вообще как, куда двигаться дальше. Сейчас на пляже Сучи Форнии, это будет обосновывать рекам Зимта и Штанга. Они знают очень много. Будем заезжать. Так, друзья, продолжаем движение по Олимпийской набережной. Сучи Форнии. Здесь раньше была зона курорта Эмеретинского, пляжная, крутая, с бассейнами. Я уже рассказывал, эту зону забрал Сириус, бассейны выгубили. Директора спряжа Сучи Форнии и сейчас вкапывают их там. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА справа значит апартамент кит и двигаемся по нижней меретинской бухте красный аромат из роз смотрите как обычно тут останавливаемся нюхать смотри не самолетом все так сказать какие здесь фото можно сделать давайте быстрее приезжайте пока они завяли они же 1 год цветут никто не знает напишите в общем такие дела друзья что я качаюсь 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 ем 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 а все кого я встречаюсь знаете что мне говорят что-то ты похудел то есть я хочу набрать массу и почему-то худею мне кажется я худею за темпа то что слишком высокий темп ну не хоть не то что я худею я не могу набрать то есть я жестко жилистый тип такой мышцы и кости и жила жира практически нет и вот я думаю почему так получилось я постоянно двигаюсь может из-за этого плюс я постоянно думаю мне кажется мышление тоже влияет мышление тоже влияет на как вы выглядите на ваш и так сказать конституцию тела потому что мозг он же поглощает тоже очень много энергии вообще основную источник энергии главный потребитель это мозг то есть мозг забирает большую часть всего то есть организм вообще работает чтобы ослубслуживать мозг и вот мышление представьте насколько мышление важно мышление может вас заставить почувствовать счастье или несчастье может вас участить сердцебиение представьте насколько мышление связано с телом потому что с помощью мышления ты можешь ты можешь просто умереть такой эксперимент посадили овцу в клетку рядом с волком и через месяц овца умерла хотя волк не мог до нее дотронуться он был за решеткой и нам всем не надо быть овцами то есть стресс да вот стресс он всегда рядом но мы живем так или иначе в социуме который подразумевает постоянное наличие стресса то есть я постоянно может кто-то расстраивать обижать огорчать что-то может идти не по плану и все что-то еще что-то иду человек может оказаться в стрессе хроническом и это неправильно то есть осознанный человек да сознательный он будет управлять своим стрессом потому что он понимает влияние стресса на организм то есть необходимо создавать стресс но микро микро стресс виде там тренировочки там купания виде там изучение чего-то то есть вот сядьте сейчас и начните изучать что-то новое то есть сначала для вас это будет как-то как мини стресс но возможно вам будет интересно но допустим мне сейчас нужно учить теорию до прав потому что меня решили за выезд на встречную полосу вот мне нужно знать чтобы поехать их получить 1 августа вот мне надо их учить а вот я не хочу учить я хочу тут ехать тренироваться есть в общем аспекты более интересны для меня но для того чтобы получить права я должен учить то есть входить в этот это совсем микро микро стресс да когда ты заставляешь себя учить концентрироваться на том что нужно для того чтобы дальше чувствовать себя лучше лучше в плане что у меня будут права я могу кататься так друзья мы подъезжаем к пляжу сочи форни в общем я продолжаю учиться жизни друзья единственное что я знаю вот что я могу смело вам сказать то что я вообще ничего не знаю вот все мои знания до которые у меня есть как вода не работают моей реальности потому что я в них верю потому что эти знания были получены моим моим опытом также эти знания могут измениться могут прийти какие-то более новые как сказать знания так пристегиваем велосипед и идем на пляж идем в общем общаться с взимтой идем создавать микро стресс еще нам нужно доехать до мандарина друзья до станции я думаю сейчас минут 10-15 нам здесь хватит с головой так смотрите бассейны продолжают готовить там ребята красят уже спасатели наняли я слышал что аквапарк уже привезли и разгрузили но еще как мы видим ставить не начали смотрите здесь какой навес делают шикарный под этим навесом можно будет отдыхать в тенечке они прям так расширились серьезно так я сейчас хочу сделать базовое упражнение которое нагрузит так сказать все мышцы активирует мой организм хотя в принципе представьте как я активировался просто ну крути в педали сколько минут 40 крутил смотрите какая здесь атмосфера там кита ребята возможно они тут живут посмотрите какое место реально жить можно что друзья сейчас я буду тренироваться немного со штангой работаю просто буду делать становую тягу с этой маленькой штангой делал 13 раз можно сделать вот 5 подходов по 13 между подходами можно делать растяжку можно делать растяжку потом сюда выбегать а здесь смотрите рядом аэропорт здесь постоянно приземляются самолеты тоже можно снять интересный ролик сделать красивые фотографии среди как много уже народа пойду подход делать а и и и и что друзья как вам морюшка давайте посмотрим нет ли дельфинов смотрите как разделяется вода как вытекает потому что плотность разная пресная вода на легче она не наверху 3 яхты катаются вот совсем был еще один самолет летит тут можно грушу повесит участок ребята работают которые учатся единоборствам третий подход разноклассно все делаю базовое упражнение потому что с моей конституцией да видите я худенький мне как бы изоляцию вообще нет смысла у него есть смысл делать по пауэрлифтерской системе это жим присед становую это я не могу набрать я просто как бы жилистые все среди между подходами я растягиваю и делаем сразу четвертый подход а и Может быть я не могу набрать, потому что я слишком много тренируюсь. Не знаю. Я считаю, что вот базовые упражнения, вот я сейчас делаю базовые, да, их нужно делать по 5 повторений. Не по 3, а по 5, потому что ну это же база. И смотрите, тренировка проходит интересно, я между подходами растягиваю. То есть я сейчас подрастягиваю, делаю каждый подход, последний идем у базы. Вот посмотрите, сколько я время на это потрачу. На то, чтобы сделать 5 подходов, и на то, чтобы следить от упаса. И вот эти действия, они очень полезны и дают очень много энергии. И вот эти действия, они очень полезны и дают очень много энергии. Знаете, я еще что думаю по поводу своего телосложения. Ну оно у меня уникальное, вот реально уникальное, таких очень мало. В плане именно насколько я худенький, и что по мне можно прям анатомию изучать. Но в то же время у меня как бы пропорции, ну они есть. То есть они как бы пропорционально все, хоть я и худенький. И вот я и думаю, вот представьте, я 5 лет живу тут в Сочи, да? Вот вдумайтесь. И я не бываю в холодном климате. Я отсюда уезжал максимум, ну я через Москву я летел на Бали. То есть, возможно, мое тело, ну оно адаптируется под ту среду, в которой я живу. То есть оно чувствует, что нет холода, жира не надо. Я постоянно в тепле, постоянно двигаюсь. То есть вот и тело адаптируется. Таким образом, что оно, то есть мозг, да? Он выстраивает тело так, чтобы ему было как можно комфортнее там получать опыт или двигаться, или еще что-то, жить. То есть вот это тело, да, сформированное. Оно, ну от многих факторов может зависеть. Так, я сейчас раздеваюсь и иду купаться. Три рата окунаем. Три рата окунаем. То есть вот, допустим, сейчас, да, что мы делаем? Мы опять же делаем микростресс. То есть я бы мог и подольше стресс сделать, но зачем? То есть подольше в воде остаться. Но может быть в этом и есть смысл. Но в моем случае я считаю, что эффективно просто выйти, зайти, то есть охладиться, сосуды сузились, вышел, сосуды расширились. То есть сейчас я делаю гимнастику, зарядку для сердечно-сосудистой системы своей. То есть представьте, все сосуды, они становятся чище. Идем второй раз. Так. Так. Продолжение следует... Плюс представьте еще... Представьте вот тот факт, да, что я закаливаюсь. Вот я сейчас приехал, тут река Амзынта. Она очень холодная. Вы знаете, что делает холод с вашим организмом? Вообще подумайте, что делает холод. Он замораживает, он сохраняет. То есть возможно, что... Ну я не могу набрать еще так же из-за того, что я закаливаюсь. То есть организм, он как-то сохраняется. Он чувствует, что его охлаждают постоянно. И может в каком-то режиме таком работает, в режиме сохранения. Но это все мое субъективное мнение, мои теории, я могу ошибаться. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Просто у всех людей есть постоянная проблема, что они не могут набрать вес. А у меня... Ой, скинуть. А у меня постоянная проблема, что я не могу набрать. Все, идем третий раз. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, друзья, я переодеваюсь, точнее, вытираюсь и едем дальше. Поедем сейчас на Мандарин, будем посмотреть, как там станцию строят пацаны, что там вообще происходит, как там идут работы. Там, где-то на атмосфере. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, друзья, сколько я минут 15 потратил на все это мероприятие? И я просто себя сейчас прекрасно чувствую, гораздо лучше, чем когда я заходил на этот пляж Самое эффективное, мне кажется, это именно Кубань и закаливание Все, Сережа готов Готов побеждать, готов сразиться с любым просто Готов к любому вызову И, друзья, отправляемся на Мандарин А Мандарина, возможно, и до Нового Века доедем, потому что Мне туда нужно Так что продолжаем, друзья Я надеюсь, у вас прекрасное настроение, хорошее Оно у вас должно быть таким, потому что вы лучшие Лучшие, понимаете? Вы достойны самого лучшего И вы должны позволить себе это Поверьте в это Разве не так? Но, конечно, мы должны столкнуться и с худшим То есть мы должны со всем спектром Столкнуться Как вот люди живут, они Как растут, подумайте Они сначала как животные себя ведут Конкурируют Вот это в садике, в школе И потом Когда уже начинают понимать Некоторые вещи То видение, так сказать, реальности Меняется Ну, когда человек понимает, что Окружающая реальность Это продолжение тебя Но, опять же Для кого-то эта информация Ты ему скажешь, да? Что окружающий мир Это продолжение тебя Он скажет Ну, он не в состоянии понять это Как он скажет продолжение меня Если это отделяется от меня И ты ему никак это не объяснишь Потому что это приходит с опытом Смотрите, какая надпись На самокате Кайфую Конечно Все, что я говорю на этом канале Свои там философские рассуждения Это всего лишь мое субъективное мнение Это мой опыт жизненный Это те знания Которые я получил С помощью Ситуации, обстоятельств Опыта Через которые я проходил И делал выводы И все Я понимаю, что Опыт других людей Может отличаться от моего И они могут верить В противоположное Это может работать В их реальности Это я тоже понимаю Поэтому Надо позволить Всем Быть тем, кем они хотят И делать так Как им Как им хочется Потому что Это их опыт Они идут по нему Это их жизненный путь Им нужно там Что-то понять в этом опыте А когда вы забираете Этот опыт У других людей То они так И ничего и не поймут Ну когда знаете Там Родители Которые прожгли Через тяжелое детство Хотят лишить Своих детей Там Каких-то моментов Сложных В общем Друзья Эта жизнь Продолжаем учиться Я рад, что мы вообще живем И что мы вообще Участники Всего этого концерта Так сказать Это же просто Прекрасно Мы все Да Вот вы все Кто смотрите Вот эти все люди Мы все же едины Мы как клетка В космосе А мы тут ходим Что-то ссоримся Выясняем Из-за каких-то глупостей Там Ругаемся С близкими С родными И реально Из-за каких-то глупостей Там Я на своих Смотрю Племянниц Просто на ровном месте Готовы уничтожить Друг друга Поэтому друзья Давайте жить Радоваться жизни Давайте Придем К этому Пониманию Это же просто Прекрасно Позволять людям Ошибаться Не быть Строгими Так друзья Едем по мосту Через Якунзинта Подъехали к Мандарину Строят Строят тут Новую Новую полицейскую будку Вот эту сзади Мы выехали к Мандарину Сейчас едем Прокатиться по Мандарину Зайдем К ребятам На серф станцию Посмотрим Как у них там Дела Вот знаете Я просто так думаю Ну блин Это же просто Это же просто Всем стать хорошими Но почему-то Не получается Потому что Все на разных уровнях Развития В этом и есть Наверное Прелесть нашего мира Что все разные Так друзья Проезжаем Мандарин Смотрите Готовят детскую зону Уже моют Уборщицы Аквапарк Смотрите Уже вода в нем Тоже готовят Я думаю Уже Максимальная готовность Кто-то спрашивал Проход Я думаю Вот тут будет Проход к пляжу Так Здесь Зона винограда Летняя Тут Смотрите Какая красота Какие розы Мандарин Как всегда Радует Сейчас будем Нюхать Это все Дело Смотрите Но те розы Лучше пахнут На две меретинки Так Давайте Поднимемся Посмотрим На все это Дело Сверху Друзья У вас тут Как фильм Будет Смотреть Мой канал Как фильм То что Ролики Такие длинные Получаются Напишите Как вам Вообще Интересно Такие ролики Длинные Смотреть Или лучше Как-то Обрезать И монтировать Длинные Длинные Смотреть Смотреть Длинные смотрите тут так подубрали цветы и осталось мята вот ее даже полили смотрите вы только всю не обрывайте так сорвите себе немножко в чай как бы тут это много желающих всем по чуть-чуть а то русские ну знаешь есть вот о чем я говорю вот как раз я потом и говорю знаете осознанный человек он придет он сорвется одну мятку и уйдет а какой нить подросток придет вот эту мяту увидеть неосознанный сорвет ее всю там подумает там продам этому дам там айсу заберу там буду чай заваривать там на год себе там на сушу там не понимаю что так нельзя надо делиться надо другим оставлять не надо быть потребителем если такие люди которые всегда мало понимаете что не да им всегда мало будет они скажут что их там обманули еще что-то мне кажется что мне немного надо для счастья вот знаете что мне надо для счастья просто искупаться в мзымке я становлюсь счастливым но это не говорит о том что у меня нет амбиций я хочу я знаю что я получу самое лучшее я получаю это лучше я даже сейчас нахожусь допустим лучшим вместе в россии в общем это тонкая грань и надо ее понимать я стараюсь ее понять друзья ну что мы захочешь заходим на мандарин пляж чайка посмотрите все полная посадка по моему посреди какая толпа людей активно готовят пляж вот копают выкапывают закапывают обкапывают перекапывают что там еще есть напишите в комментариях смотрите здесь готовят летнюю зону поставили ли в многом и держаков скоро узнаем сколько это все будет стоит друзья пока что я еще не знаю друзья обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал на youtube чтобы не потеряться вас ждет сочинский вайб я решил так сказать выделить выделять время на канал поэтому подписывайтесь будет интересно посмотрите как проходит сезон ну и вообще если вам интересно смотреть чем я занимаюсь как я двигаюсь подписывайтесь если нравится то как я вижу жизнь как я реализуюсь здрасте подписчики мои наверно здрасте хорошо рассказывайте откуда приехали хабаровска давно вчера где живете сириус сириусе хорошо и сам только оттуда приехал как вас зовут хотите можете передать привет хабаровску привет в общем ладно хорошего вам отдыха я иду на дальнему востоку бред я иду на серв станцию к ребятам низ не смотрели в роликах вот вот они строят вот видите старт станцию новую вот это тоже их будет палатка ладно хорошего отдыха удачи смотрите вот эта вышка их будет и украсить сейчас сервируют эта девочка засмущалась которая там стояла так станция строится все хорошо костяну тут пати тут ну представьте какая-то будет станция крутая вот запомните как она сейчас выглядит также запомните если будете здесь придете скажите а директор адлера вам сделают 10 процентов скидку что-то там это какая-то суета что-то там это какая-то суета ты чё на поднабрал до веса все еще ешь я не могу набрать о чем не делать чтоб набрать углеводов больше углеводов жиров и белков ну я ем я ем короче качают а мне говорят чудо ты похудел ну как бы я все равно стараюсь ну ем побольше как бы нормально костян здорово все как дела работа нет работа сегодня заключительный за мной строй все забро там если чё это по нашему вопросу все классно так здорово все молодцы короче все работают костян пьет квас ты костян расскажи как массу набрать массу вот бревнами брех на него горит на бог вот бревнами смысле чё есть надо фрукты этот горит мясо есть надо этот фрукт и овощи костян поздоровее тебя будет но я ксюш привет как у вас получается ну да прогресс есть прогресс на лицо как говорится уж надо баранину надо каши есть углеводы до сложные в общем это темы все рощенные на молочке ладно я поеду до нового века и приеду попозже вам помогать давайте все едем до нового века у меня там есть дела и потом еду сюда помогать ребятам поэтому друзья поехали до нового века там закончим наш увлекательный ролик поехали еще за нырнем во дворы через сквер бездушево проедем через центр через демократическую я думаю вам тоже это все интересно как это все выглядит у нас получился представьте какой маршрут мы выехали вообще там с блиново начали грубо говоря с конца олимпийского парка пересекли олимпийский парк поехали по олимпийской набережной заехали на пляж сочи форния далее на мандарин пообщались с ребятами посмотрели как здесь все происходит едем сейчас ныряем в центр адлера едем к новому веку мне еще надо с максом пообщаться я не стал сейчас это сделать на камеру некорректно там парнишка хочет поработать слушайте так много людей сейчас сделаем кадр будет интересная заставка друзья смотрите устанавливают зонтики вкапывают экскурсии продают я сейчас приеду на станцию и там поработаю часик помогаю ребятам и заодно как бы совмещу приятное с полезным сделаю доброе дело плюс по загораю и плюс еще подвигаюсь то есть когда работаешь это движение так друзья едем на новый век думаю всем интересно подъезжаем к кафе фестивальное тишина 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 ныряем в сквер Бестужева кухня находимся в сквере Бестужева новый сквер обновленный и Бестужев это близкий друг Пушкина вот я тут недавно прочитал и теперь умничаю всегда когда заезжаю в этот сквер надо вообще изучить про адвер побольше чтобы так сказать рассказывать вам ну я рассказываю своими словами как знаю слушайте у полицейских тут жило на курортной зоне тут можно останавливать разных туристов там нагружать их так сквер Бестужева вот такой прекрасный выезжаем дальше на улицу Карла Маркса двигаемся в сторону центра странно вот некоторые люди говорят там что у меня нормальное сложение некоторые говорят что худенькие как бы для меня мнение людей не важно ну важно конечно такое человек что важно все таки ладно я в принципе работаю над собой я знаю что я занимаюсь собой своим телом я знаю что я реально сильный и выносливый потому что я достаточно много работаю просто напишите если знаете как набрать массу у меня вот с этим проблемы как бы понятно что надо есть много так друзья выехали на улицу Кирова и Двигаемся по улице Кирова, тут такая центральная улица, вот тут федеральная налоговая служба на ней находится, потом вот тут сервис моих документов, я хотел сюда зайти, узнать, что там с моим загранпаспортом, но я вспомнил, что я забыл паспорт, тогда едем дальше на новый век, у меня там еще дела. Проезжаем администрацию Адлевского района, вот видите, здесь такой мини-оазис. Так, обратно возвращаем на улицу Демократическая. Как тут проехать-то? Так, подъезжаем, друзья, к новому веку, я благодарю всех за просмотр, желаю вам счастья, здоровья, успехов в жизни. Вы выбрали лучший канал, вы не ошиблись, подписывайтесь, будет интересно. Смотрите, фонтан тут в центре, местный центральный памятник, и нам нужно на другую сторону. Сейчас находимся в сердце Адлера, так сказать. Посмотрите на это. Черешня 350, клубника 250. По-моему, это уже вообще недорого. Все, друзья, подошли к новому веку. Тут гранатовый сачок продают. В общем, друзья, желаю всем хорошего дня, вечера или ночи. Всем удачи. Пойду сейчас в новый век. Подписывайтесь на все мои ресурсы. Будет интересно. Вот такой сегодня ролик получился. Напишите, как вам, понравился или нет. Что добавить, что убрать. Может, хотите, чтобы я монтировал, вырезал какие-то моменты. Мне так нравится. Я иду по пути наименьшего сопротивления, как природа. Вот делаю, как делаю. Вот такой продукт получается. Все, пристегиваю. Сейчас велосипед иду. По своим делам, друзья. Все, желаю всем удачи. До скорых новых интересных встреч. Счастливо, друзья.